Я очень сильно мокрая. Старый Гоа. Получилось! Я вам один умную вещь скажу. Давайте денег. Наше человечество просто деградирует. Вот такая у них религия. Прям идентична. Прям сейчас обходным путем, бесплатно. This is our vlog. 5.20 утра. Такая картина. Мои сладенькие подружники. Вот такая вся на папасе. Ребят, мы сегодня приехали в Гоавилью. Это старый Гоа. Это бывшая португальская столица Индии. Здесь еще сохранены исторические памятники. Их очень много. Их охраняет ЮНЕСКО. В данный момент мы находимся на территории базилика Бонджизис. Это здание было завершено постройкой его в 1605 году. Там еще сохранился алтарь позолоченный с камнями драгоценными. Мраморный пол. Сейчас мы все покажем. И в общем будем сами смотреть, что здесь есть. Да, здесь есть кафедральный собор. И три такие крутые португальские постройки по квадратуре. Будем ходить, сейчас смотреть, изучать и делиться с вами, ребята. Да, это все было в 16 веке. Все эти строения происходили. Раньше Гоавилья была главной столицей. И потом случилась эпидемия малярии. И население было перемещено в Панаджи. Это новая столица Гоа. Собственно, вот так все здесь и есть. Да, летс гоу. Да, летс гоу. Название оригинальное. И, собственно, часы работы. Кому интересно, скриньте, чтобы потом приезжать вовремя сюда. Летс гоу. Ну, такая территория красивая. Дерево, глянь, какое огромное вообще. Два из причем. Да, шикарное дерево. Через дорогу вот уже находится, мы думаем, это кафедральный собор. Ну, сейчас попадем, узнаем. Класс. Так непривычно видеть такие постройки здесь. в Индии. Сейчас узнаем, вход платный-бесплатный внутрь. Надеюсь, бесплатный, по идее, должен быть. Хотя, кто его знает. Во всем мире, наоборот, зарабатывают на этом. Очень много иностранцев здесь. Такой туристический-туристический город. Ребят, внутри вход бесплатный, не внутрь. У нас сказали, нельзя разговаривать, очень тихо нужно будет снимать. Ребят, внутри нельзя снимать, сказали. Ну, мы сейчас попробуем как-то это все делать красиво, незаметно. Огромная высота потолков. Видно, что потолки из дерева. Вау, это тоже, походу, рисовое дерево. Красота просто. Ребят, это все позолоты. Размороченные. Вау. Ребят, моргий пол. Стройок. 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 1605 год постройка. Представьте, как это все сохранилось. Вау. Продолжение следует... 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 Я думаю, Анечка у нас будет этот аккуратненький сам соберешь. Все. Не пари здесь, убирай ее. Хорошо. Ого, ребят. Коллекция грушей. Старинных, да? Вот коллекция мистера Гуччи по фонусу. Смотри, какой здесь роскошный стол стоит. Со стульями резными. Люстра. Все положено. Кому интересно? Да, слишком палевно. Ну, попробуем палевно, пока не скажут стоп. Интересно, есть серебра под свеченьки? Да никто не выгонит. Я не могу снимать с подтичка, но нормально снять. Нет, прикольный контент. Вот он, вау. Красота, ребят. Во главе пирамиды стоит Папа Римский полк. Потом кардиналы, потом идут священники, а масса серая. Нормально, они тупо, да? Так, типа, очевидно. Смотрите, ребят, вот как все происходит. Никто ничего не скрывает, просто люди не хотят видеть. Да, хотя во главе всего творец тоже настоятель. Ну да. Вот такая у них религия. У нас это, опять с тобой захейтят. Захейтят за то, что мы тут говорим, но, ребят, извиняйте. У нас есть свое мнение. И свое видение на все это. Так, я, конечно, супер беспалевно снимаю. Я не умею беспалевно снимать. Хотя мне уже сказали ничего не снимать. Вау. О, Иван Павел Второй. Горбачев. Ух ты. Горбачев, смотри, я. Иван Павел Второй, Горбачев. Берлинская стена. Здесь он. Папа Римский. О, да, Берлинская стена класса. Интересно, да? Такие экспонаты. Смешные в париках. Да, и конец. Конец, ребят. Друзья, кажется, мы нашли самое чистое место в Индии. Потому что на территории этих сооружений вообще нет мусоринок. Джо ходит собирать остатки какие-то. Какой ты святой, какой ты святой мужчина. Все. Приобщаем тебе к лику святых. Короче, ну тут реально очень чисто. Стоят урны, нет мусора. Это просто вау для Индии. Почему? Не знаю, чтобы так было везде, ребят. Почему? Чистота и ляпота. Вау. Так, идём смотреть. Класс. Просто вот эти все старинные архитектуры, я просто обожаю, восхищаюсь всем этим. Наслаждаемся. О, класс, там тоже, по-моему, эти колонны из дерева, резьба или там рамор. Может быть, рамор, надо посмотреть поближе. Красивая территория. Пальмочки так ещё идеально вписываются. Так, какой-то памятник там стоит. А, это из мрамора, да? Из мрамора колонны, это не дерево. Там внутри надо будет халат прикрыть. Видишь, знак писи. Да я прикрываю так халат. Да, сейчас туда, если зайдёшь. Здесь, ребята, надо уже прикрываться. В Андекстане посмотрела на мой наряд, типа, что у меня колени видны, наверное. Вау. Класс. Очень прикольно, что в Индии, вот у них индуизм с Арсенством всё-таки вот перемешиваешься. Вроде бы смотришь, да, дико-святых, но они чем-то напоминают вот индуистских. Как-то там полубогов или кого-то индийцев. Да. А ещё, ребята, очень классно, что в большинстве мест это всё вход бесплатный. Вход бесплатный, не нужно платить, это нормально, я считаю. Лоских не пускают. Как будто в церковь, это же церковь, да? Ну да. Нет, потому что всё равно это церковь, но это историчная памятка наследия ЮНЕСКО, и здесь вход бесплатный. В Европе везде, да, по всему миру делают вход платный. Храмы, ребят. Так что это большой плюс. А вот в музее, в котором мы были только что, да, там музей считается, да, 20 рублей билет, тоже прекрасно. Ребят, не забывайте обязательно одевать правильную одежду, потому что, как в мече, эти индуистские храмы, церковь, всегда надо, чтобы было прикрыто сверху, снизу, прикрывайте желательно и волосы. Да, неуважение места надо обязательно надеться. Так что правильно, чтобы ты взяла халатик свежим. Класс, так красиво, очень пробиваются. Огромный, да, забор? Огромный, да, забор? Огромный, да, забор? Продолжение следует... В общем, идем к следующей постройке. Мы такие все поисполненные, прикоснулись к божественному. Благостные. Птички поют, солнце светит. Жизнь прекрасна. Кстати, там есть внизу очень красивый парк большой. Там внизу выход к реке, так поняла, или к морю. Выглядит как море, но я думаю, это река из морской воды. Что-то такое. Очень большой парк, большая территория, очень красивая, чистая. Так что, прекрасно, прекрасно. Идем через какие-то прекрасные хащи. Просто роскошные хащи, я считаю. Вау. Сегодня так свет просто льется, красивая, и сквозь эти пальмы. Ой, какая-то старинная... Это какая-то старинная лестница, да, была? Да. Она заросшая, старинная какая-то лестница. Класс. Мы идем в пустоту. А, там ворота закрыты. Тоже какой-то величественный зал. Хеллоу. А, сори. Сказали, нельзя снимать. Как выглядит старинно, красиво. Ну, это явно, ребята, очень старинная картина, мне кажется. Ну, прям, такая, знаете, повидавшая жизнь в полотно. Ребят, здесь вот такой ряд элементов сохраненных. Интересные очень. Вот древний элемент камней, и самое что-то интересное. Скажите мне, чем они делали вот эти пропилы, идеальные, ровные пропилы? Чем? Говорят, 200, там, 300 лет, это видно. Древние, прям, по ощущению. И вот идеально ровные пропилы. Чем они сверлили вам? Расскажите мне. Конспирология Джонни. Посмотрите на эти элементы, они... И самое что, вот опять-таки, несочетанием, вот мы сейчас тоже видели, что потолок там был закрашен. Там половина белым, просто видно, что на воде закрасили. А элементы, которые более или менее с христианским атрибутом, люди, цветочков, они оставили. По сути, весь потолок, да, он должен был быть таким, но... И вот тоже, смотрите, какие-то такие греческие элементы, вот, римской архитектуры. Сейчас мы увидим руны, сейчас вы увидите, скажите мне, это вот разве не... Римские славянские, там, индоарийские, и всякие вот божества, которыми вам смотрите. Очень даже на греческом, вот, с усами, видите, такой, написано, вот он, канал, водный канал вам. Нормальный водный канал. Значит, акведуки, идите сюда, глянь, заяц, посмотри, как там идеально, ровно все высечено было, и, типа, акведуки, и как спилено было, видно, что чем-то пилили ровным. Такие интересные... Еще есть много... Остатки колонн. Кладбище камней. О, Лянь, какие интересные, вообще тоже вот... Лепка видишь на камне тоже? Класс. Представляете, какая-то была идеальная работа из цельного... каменного... я не знаю, только камень, это порода... Ну, реально, как они это делали? Класс. Понимаешь? Класс. Лепота. Здесь на санскрытии вообще вам написано, я не знаю. Здесь на латыни вам... Да, интересные элементы. Тайно покрытая мраком, ребят. Тайно покрытая мраком. О, реально, череп. Челюсть. Ребят, посмотрите на этого конспиролога. С рулеткой ходит, замирает. Замирает. Она идеальная, просто по форме идеальная. Кручную, я не знаю. Идеально, так же идите сюда. У него культурный шок. Я уже измерил каждую форму размера, сочетание. И они все прям идентичны. Но я не знаю, вручную так сделать, это... Это... Не пасовало. Все ходит на стены, смотрит. Зай, вон, прищепки висят домой, можно забрать. Прищепки? Я думаю, это... Да, кругом. Да, колоритная женщина. Той, го, 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 го. Ау. Алло. Алло. Подоехать. Святого Агустина. Наша любимая рубрика коровки. Какие они милые. О, боже! Да, один из них, вот тут серый, пошел на меня. Страх. Тоже засираются? А Тури где-то в Португалии как-нибудь? Да, вообще в Индии. Абсолютно в Индии. А какой тут? О, боже. Вот она стоит, полуизрушенная родненькая. Да. Чем же так надо было поммануть, чтобы поплавился камень? Ааа, ну все. quando шел� путем его поплавил. Поплавился под меня. Вообще это надо поплавить. Поплавился. Проходился. Всего не % и. SpaceX туда Expansion крем improvements Ребят, вот эта величественная постройка, это все полуразрушенный, ну, считай, разрушенный собор, который был изначально посвящен Богоматери. Его возвели, судя по легенде, 12 монахов-августинцев. Все это сами построили. Тут просто огромнейшая территория. Тоже вопрос, как они это все строили самостоятельно. Получается, в начале 18 века это была сооружена постройка, и вот так это выглядит сейчас. Ребят, сегодня эта территория закрыта, но я пробралась сюда через забор. Я надеюсь, нас отсюда не выгонят. Не будет никаких скандалов, никто меня не увидит. Тут просто огромнейшая территория этого разрушенного собора. Я вообще не знаю, что произошло и почему он так разрушен. Это все, что сохранилось до наших дней. И вон там виднеется, видите, самая высокая точка. Это одна из башен, их было вроде бы пять. И одна осталась полуразрушенная из этих всех башен. Вообще, в те времена это считалось самая высокая постройка в Гоа. На уровне этих башен, чтобы понимали. Обалдеть. Гляньте, какой-то мини-туннельчик. Что такого могло произойти? Потому что сооружение из такого же материала, как и базилика. Базилика стоит целая, а эта просто разрушена. Как-то произошло. Ой, здесь даже огорожено. Почему здесь какие-то экскурсии проходят, ребята? Но сегодня закрыто. Я сама себе устроила экскурсию. Джонник остался за забором. На шухере. Вот это да. Вот это красотища, ребята. Гляньте, даже плитка. Местами еще осталась. Как так? Такая мозаичная. Класс. Кто знает эти узоры? Португальские. Даже вот на земле. Тоже выгравировано. Не представляю, как величественно это смотрелось на этом холме. Холм называется Монти-Санту. Вау. Тут все было огорожено. Не знаю, платный вход или бесплатный здесь в дни посещения. Достатки этой башни. Огромная просто. Ты видишь? А, Джонник переживает, говорит, там внизу сидит охранник. Я лично никакого охранника не вижу. Хочу показать по максимуму, ребят. Что не сделаешь ради контента. Одни риски. Так, тихо. Никого нет. Класс. Гляньте, вот какие-то камни. Это, видимо, остатки. Это красиво разложили. Видите, ребят, как все храняется? Сторожно, нет, как все храняется. Нет, в том плане, что это все облагорожено. Все является достоянием местной культуры. Кайф. Молодцы, так еще это все разложили аккуратненько. Гляньте, как огромное дерево тоже красивое. Вообще, красота. Ребята, тут топовый эксклюзивчик только для вас на Страх и Рейх. Видите, никого кроме нас нет, мы тайными путями. Все ради вас. Ну, если честно, я в шоке от масштаба вот этого. Представляете, вот это все было единым каким-то таким комплексом. Да, да, собором. Просто собор ли был, не собор, я не знаю. Но сооружение просто... Затя, ты веришь, что это 12 монахов-августинцев могли построить? Это смех, если честно, 12, да? Конечно. Тимура и его команда. Ну, если только они не были 5-метрового роста, эти монахи... Ну да. Вау, как красиво. Ты такая, знаешь, с ним я руина, и как красиво. Глянь, какой-то этот... Под стеклом, видишь? Какой-то камень охраняют. Ковчег. Обалдеть. Балкончики там видны, да? Другие вот мои, они как-то вот легли, вот эти вот... Да, стены, да. Как-то плавятся, понял? Вот это вот масло. То же самое, знаю, вот эта стена все... С одной друг к друге, да? Да, она как-то реально как-то сплавилась все, да? Как-то расплавим, наверное. Угу. Странно плали стены. Какой-то взрыв был или что? Да, такое место, да, которое... Прикинь, сколько здесь веков стоит это. Сколько здесь мистики. Да. Сколько здесь танк. Какая тут энергетика. Происполнимся по полной. Ну все, идем к выходу. Вот такой выход под названием забор. Отчаянные блогеры. So, this is for our vlog. Be careful, sweetheart. Мы это сделали. Осторожные собачки под ногами. Заюша, как ты? Класс. Круто было. Кто у нас молодец? Сейчас будет динамик повторять. Я молодец. Жужа молодец. Кто у нас? Жуж, секун. Класс. Я думаю, кто тут чихается, чихается. Ты посмотри. Это, короче, он ругается. Это хранитель был. Аккуратно. Сейчас будем обратно через... Хранитель. Ворчит, ворчит, буйвол. Ох. Он рыгнул. Я испугал. Леонид, вообще жопом дешевле. Блин, еду, едем, короче. Мистер буйвол. Да, не доставай. Все, поехали, поехали, пожалуйста. Она так боится. Я не боюсь, Кись, поехали, все. Тоже вот какой-то закрытый храм. А, это Санта-Моника. Да, это Санта-Моника. Собственно, холм, который вот, да, где разрушены постройки. Холм Санта-Моники. И вот храм Санта-Моники. Или это монастырь был? Да? Да, монастырь. Тоже, как величественно. Такие ступени, да? Масштабненькие. Собакинцы отдыхают в ямах, реально. Ребят, короче, кринж-контент, потому что мы увидели какой-то шикарный парк, хотели туда пройти, посмотреть. Вот, посмотрите. Но нам сказали, что туда нельзя заходить, потому что это частная территория, это дом. Там фонтан, там статуи шикарные. Пальмы выстроены просто в рядочек. И это какой-то тут мажик местный. Прям мажор-мажор, блин. Да, у них охрана, будка стоит. Да, это какой-то семьи. Я говорю, прям султан какой-то живет, вы посмотрите, блин. Павло Искабар отдыхает. Курит в стороне, блин. Да. Шикарно вообще. Да, очень контент, который мы заслужили из-за забора. Говорят, самое интересное, что все эти исторические памятники, они находятся примерно на одной территории. То есть расположены. Все очень рядом, близко, не нужно никуда ехать, там, знаете, отдельно искать какое-то сооружение. То есть все есть просто на расстоянии и вытянутая рука. Да, просто катаешься на байке кругом, и тут везде что-то интересное. Прям такое, блин. Я не знаю, мама Индии, она удивляет, радует и шокирует. Почему я говорю, что столько стран я был, но для меня Индия всегда прям в сердце моем. Многие, кто говорит, грязно, что-то, да, блин, ребят, серьезно, блин. Я не знаю, за Москву, за Ташкент, там, за Киев уедешь, все то же самое будет. Здесь есть и трэш, но и есть чаш. Да, так что приезжайте, смотрите, это интересно. Даже для своего личного сноворазвития тоже так посмотреть, почитать информацию, очень классно. Какие сладкие, какие сладкие маленькие щеночки. Привет, 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 он меня лижет, привет, сладкие, привет, хорошие. Вон еще один. В общем, еще наткнулись на один собор, просто город соборов. Но здесь уже закрыто, и нас, короче, выгоняют. Вернее, нас не хотели впускать, но я прорвалась. И сказали, one photo. Вот такое оно, фото у меня получается. Не знаю, получится мне очень быстренько туда сходить и подснять или нет. Мне кажется, меня здесь просто выгонят. Красивая территория, тоже очень ухоженная. Птички поет. Ляпота. Город реально чисто пордугальских построек. Очень много классных домов частных. Такая другая Индия. А, ну все, ворота захлопнулись. Тоже арка какая-то, прям, считается... Сохраненная тоже считается исторической памяткой. Будь здоров, Жен. Святой Августин. На нем, вот, ты видел, какую картинку? Там чувак лежит, а на нем сидит. Элементы в нём есть. Да, ребята, такие места. Класс, вообще красота. О, паромчик. Да. Дуже гарный вид. Как раз закатик скоро. Уже сейчас закат, уже. Смотри, отсюда, с какими паромами, отсюда и туда едем. Класс. 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 короче ребят проезжали уже в сторону дома и наткнулись на какой-то party решили зайти посмотреть что у них происходит все так украшено по новогоднему я бы сказала новогодняя тусовка мужики тут что-то стоят фестиваль храма а фестиваль храма ребята посвящен раме богу раме как всегда они не теряют возможности заработать бабок бизнес бизнес индусы крутятся лавэ хомутятся детские игрушки а это традиционные браслетики 100? 100 рублей 100 рублей у меня слишком толстая рука ребята 100 рублей 100 рублей 100 рублей надо танцевать да ладно я не хочу зачем он мне кисти он красивый черный короче браслет мы не купили что-то я не поняла кто он так странно надевается И, короче, я не знаю. Не моя темка. Буквайная. Тут видан. Готовят даже... Фестиваль храма. Интересное движение. Случилось там. Такая бэйбик. Красивая женщина такая в саре. Прикольно выглядят, ребята. Красивые такие. Жена такая все наряженная. Опа-на. Чего это такое, мы не знаем. Какие-то сладости. А это что? Масала. Вообще, я не спрашивала, просто сделала на пробу. Поэтому... Что это? Печенье, да? Это печенье типа, да. Печенье масала, да. С специями масала. Очень вкусно вообще. Прикольно, да? Да, вкусно. Класс. Прям вкусно. 40 рупий? 80. А, 80. 80, 80. Пачка, да? Вот, ребята. Такая пачка. 80 рупий. Это... Дешево. Дешево. Доллар. Доллар, да. А, ну да. Доллар 8. 500. Ну-ка, что там? 200 долларов. Доллар 8, 5. Да. Короче, лавочка с местными сладостями. Ой, ну это прям слишком какая-то сахарная. А вот они делают в таком... В афритюре. Ну, не знаю, вот эти печеньюшки масала мне прям вообще залетели на ура. Видишь, Париж, короче. Короче, у тебя внутрь храба, как всегда. Аня не в теме, вижу. Нужно делать подношения. Намного без подношений. Просто зайдем, посмотрим. Какие красивые женщины сарим. Как это выглядит, ребята? В общем, люди подходят, приносят бананы, какие-то фрукты. Денежку дают, подношения делают. И благословляют, возвращают. Маленькие детки, хорошенькие, смешные. Вот там у них алтарь. Куда, собственно, они делают все эти подношения. Какая картина. Какая картина, Зай. Это не картина, а... А. Куда, собственно, они делают все эти подношения. Куда, собственно. Какая картина, они 유튜�вали. Куда, собственно, они делают все эти подношения. Ребята, в общем, здесь будет такая похожая движуха, как есть у нас выпуск с пляжа, где мы попали тоже в театр. Ссылочку сделаем здесь сверху. Да, и вот здесь сегодня будет такое же действие происходить. Да, это фестиваль храма, сказали вам, опять-таки посвященный раме. Да. Интересно, интересно. Будет сегодня у них опять эти переодевалки, грим и так далее. Ну, мы не будем уже ждать, потому что это будет через сколько? Сейчас ночью. Сейчас ночью, у них ночной движухи, понимали? Я не знаю, в чем прикол делать это ночью. Сейчас, в чем прикол делать это ночью? Давай спросим у него. Ну, он не очень хорошо по-английски говорит. Ну, короче, очень интересно, почему они именно ночью это делают? Это странно. Ну, вот так оно здесь у них устроено. Какие традиции? Ребят, всем привет. Я сегодня. Мне опять основа такая вся на пафосе, чтобы вы понимали. Мы с Джонником были неделю на домашней, домашней котике. Но сегодня мы решили, что не можем пропустить это событие, потому что сегодня день рождения Овнера Шиваболи. Это очень популярное место в Гоа, знаменитое. Все тусовщики о нем знают. И, конечно же, мы хотим поделиться с вами, как там все выглядит, как эта фейс сходит и что там вообще творится. Едем на днюху с Анджая. Еее. Так что, погнали вместе с нами? Еее. В общем, ребят, ситуация следующая. Мы приехали, но вход стоит полторы тысячи рупий. И мы как бы за двоих не хотим платить три тысячи. И мы такие вот жесткие реверы. И поэтому пойдем сейчас обходным путем, бесплатно. Но я не смогу это снять, тут очень темно. Вот, собственно, там внизу все и происходит, ребят. Тут по левой руке море. Его не видно, но слышно. Мы сейчас будем идти туда дальше. Получается, обошли кустами. Короче, ребята, мы внутри. У нас получилось. Еее. Так здесь все выглядит. Я, короче, обула сегодня кроссовки. Не знаю зачем. В принципе, через кусты мы шли. Не зря я обула кроссы, короче. Здесь тоже такой, типа, маркет на минималках. И там очень много людей. Просто толпа. И там очень много людей. И там очень много людей. Как всегда, обзорный туалет, ребят. Самое главное место здесь. Вы поняли, весь Париж, полность. Собственно, туалет. Ну, стандартный, как гостейки. Нет туалетной бумаги, но есть экранник. Так, добрый вечер. В общем, рядом с туалетом есть еще второй этаж. И, ребята, этому месту 40 лет. 40 лет люди здесь тусуются. Там тают эту точку. Да. А вот, собственно, взорная площадочка. Людей просто тьма. Можно даже искупаться пойти. Тут все такие культурно сидят, а внизу все культурно дэнсит, короче. Такие прикольные стены разрисованные. И на втором этаже тоже есть бар. А вот и кухня. Вау. Задняненько. Собственно, кухонька. И есть еще один барчик. Вот оно. И цены. Ну, цены тусовочные, ребят. Переводите. Переводите. Вау. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто-то тасуется, кто-то красится, а кто-то зарабатывает деньги, денежки Ну, короче, как и на всех тусовках, все стандартно Плюс еще здесь можно пойти поплавать в море, собственно На чем я раздумываю, вернее, на чем я раздумываю, но меня никто не пусит Плюс я в кроссовках Вот такой интересный человек Кто-то хочет толпиться, денежит здесь Вот так вот Ребят, чтобы вы понимали, я очень сильно мокрая Я так танцевала вообще И при этом у меня ни одна блесточка не отклеилась Ну, как бы, все на месте Very, very good И при этом все, ребят Мы это делаем трезвый На трезвую Многие нам писали там по кусок, что Всередина из страны Но, ребят Просто Если хочешь тусить или пишешь музыку То это можно делать и трезвым Не обязательно вдалбываться Поэтому так Вот, ребят Немножечко шанти Немножечко блестящего моря Такого красивого Ой Волна Намочила кроссы, ребят Все заради контента Все заради вас Я думала, волна ко мне не дойдет И она дошла Вот такая пасть Вот такая музыка Очень классно Вообще кайф Просто кайф Очень много людей Мы поденсили под колоночкой Я вся мокрая просто И вот так вот Чуть дальше Вот, собственно, другое заведение Соседнее В котором почти никого нет Потому что что? Потому что все здесь Все на этом платье, ребят Ну, тут нам нравится больше, чем хилл топи Скажем так О, там надпись Еще по боли Не знаю, видно или нет Продолжение следует... Даже кто-то крутит круг, ребят, чисто фитнес на пляже, на максималках Далее будет как аномалия просто Ловка запасных, ну вы поняли Чисто надвижие рукой и ногой Вот ребят, это фавориты этого вечера, две мои сладенькие подружанки, посмотрите на них Насколько они прекрасны, это просто нечто, вот посмотрите и учитесь Так тоже можно тусить и в таком возрасте наслаждаться жизнью и ничего тебе не мешает, это же прекрасно И они крутые, сейчас поездка трех, она уже разделась Надеюсь я их не смущаю своей видеосъемкой, но это просто нечто, я не могу, я не могу сдержаться И это очень хорошо И самый сейчас прикол, что он здесь, в этой реальности, это все солнце А мой собака тоже ревер жуткий, но она нюхает чужую жопу Это так неинтересно Мерзкий, мерзкий, мерзкий пес Пати не заканчивается, ребят Денсим до последнего просто Я уже не выдержала, решила уйти к морю, просто побыть в своих мыслях А тут очень много крабов, мне такая, блин, они мне мешают Красота же В общем, ребят, ситуация следующая 5.20 утра Мы уже уехали, по дороге вот заехали покушать Вообще, на самом-то деле, покушать негде Вот, но нам повезло, потому что работает Бретт Омлет Это, наверное, Рамболь Бич Роуд находится Он круглосуточно работает, но он начинает вечером и вот до утра Так что нам повезло, у него есть Бретт Омлет и два чая Вот Мы очень классно оторвались, круто повели время Поденсили, попотели масштабненько И какой вердикт? Ну классно, он отрезывает сегодня, прям ничтать так хорошо Да, ребят, тусить можно и отрезывает, танцевать У нас такой был максимальный фитнес Здоровый фитнес такой Да, здоровый фитнес А теперь покушаем и спать Потому что на самом деле сил вообще просто уже нет Песель Я это сейчас покажу Собакинс Собакинс Вот так выглядит эта точка Почем здесь был этот Бретт Омлет? По 60 или по 80? По 80 Бретт Омлет 80 Масал Атей 20, да? Орамболь Вич Роуд Рекомендуем, потому что здесь самый лучший Бретт Омлет Самый вкусный Единственное, что работает ночью Да, единственное, что работает ночью Уже 5.20 Да Ну поняли, ребят, сервис какой Спасибо, спасибо Еее Вот так это просто секси выглядит, ребят Вкусно, пипец Он пошел домой к себе, приготовил Потому что здесь уже закрыто, оказывается Он уже домой собирался Он тут живет рядом Пошел, сделал нам И сейчас еще чаечек принесет Вообще просто Наш любимый папа Папа всех пап Оценочка 10 из 10 Просто брекфаст Лучше брекфаст Спасибо, спасибо 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 Собакинс Хватит блок чесать Спасибо 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 Спасибо